Здравствуйте! В рамках 10-го Чебоксарского международного кинофестиваля мы сегодня общаемся с гостем этого фестиваля, актером, режиссером Владимиром Вобликовым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Ирина. Я права, вы актер и режиссер или может быть еще сценарист, продюсер? Наверное, больше режиссер. Нет, конечно, актерские работы у меня есть, но они такие, которых никого не показывают. Понятно. Но, насколько я знаю, вы в рамках нашего фестиваля, вот в этот раз, можно сказать, объехали всю республику, всю Чувашию. С чем это связано? Связано это с тем, что у вас был очень замечательный друг вашего кинофестиваля, Сергей Васильевич Фетисов, который, я не знаю, ну, огромное количество раз приезжал сюда. Его здесь любили, его любили в районах, его любили и в самой Чувашии, в Чебоксарах в частности. И он снялся, я его снял в своем первом фильме «Старики», который в 15-м году открывал Чебоксарский международный кинофестиваль. И, к сожалению, вот 3 мая сего года Сергей Васильевича с нами не стала. Поэтому и мне просто позвонили, что остались еще районы, куда Сергей Васильевич не доехал. Вот и, конечно, я с удовольствием взялся за это дело. Скажем так, его традиции продолжаются? Да, мы едем по районам, показываем фильм «Старики» и рассказываем, естественно, о Сергея Васильевича. Как люди реагируют на фильм, на то, что у нас в Чувашии проходит кинофестиваль? Люди реагируют просто замечательно. Я бы даже сказал, что они, наверное, ждут. Это для них как праздник. Это, на самом деле, очень здорово, потому что я был на многих фестивалях. Имеется в виду не в Чебоксарах, а вообще? Вообще, да. Порядка 9 фестивалей у меня было, больше половины из которых международно это и Крым был, и Гатчина, разные города страны. И отношения везде разные, но чтобы вот так ждали, как в Чебоксарах, как в районах, куда мы ездим, я, наверное, такого не видел, потому что как там встречают, как они действительно ждут. Это искренние люди, абсолютно честные, которых не обманешь, которых даже смысла нет обмануть, потому что бесполезно. Они видят тебя насквозь. И если ты понравился вот таким людям, значит, ну, наверное, ты не зря делаешь свою работу, я так думаю. На фильм вообще как вот реагируют? То есть одно дело, скажем так, жители столичные, да? Может быть, у них одно отношение вот к такому фестивальному кино, да? И другое дело вот жители из глубинки. Я понял, да. Значит, смотрите, вот когда мы показывали, давайте вернемся к Чебоксарам, да, в 15-м году был фильм «Открытие фестиваля», эмоций было очень много, мы показывали филармонии был, да, было «Открытие фестиваля», эмоций было очень много, они были очень яркие эмоции у людей, у городских, да, там они смеялись, они плакали, то есть вот такое ощущение, что вот откуда-то из глубины вытащили у них эмоции вот эти самые настоящие. Это вот такая реакция была у городских жителей. А когда я показываю в каких-то поселениях, в селах, в каких-то там районах, реакция немножко другая. Видно, что, скажем так, эти люди, они более глубоко проживают это. Почему? Потому что фильм-то как раз он про одиночество старых людей, которые живут в деревне. Если для тех, кто в городе, это какие-то новые эмоции, да, ну, может, не новые, какие-то такие вытащенные изнутри, то вот в таких местах, как вот я ездил, да, вот по районам, это как раз, к сожалению, жизнь. Если в городе там идут вопросы постоянно, да, значит, о, после фильма там, а вот скажите, а скажите, а как, а как, а как, то тут, как правило, тишина. И ты, в принципе, читаешь в их глазах, что они все поняли. Им не нужно ничего объяснять. А какая реакция вам вот ближе? Реакция вот городских таких, скажем так, шумных зрителей, которые бурно реагируют, или вот именно жителей села? Когда мы только начали показывать, конечно, мне было интересно, ну, хочется же, как какой-то отклик получить, одобрение какое-то, да, что все-таки вот то, что вы там с командой делали, там год, да, снимали, собирали, подготовка, потом пост-продакшн, да, что все-таки это не зря, и это людям нравится. Естественно, ты хочешь это получить, и если кто-то скажет, что это не так, он просто врет. Вот, поэтому, естественно, вначале хочется тебе получить эмоции, хочется тебе получить обратную реакцию от людей, вот. Но проходит какое-то время, и ты уже наедаешься этой реакцией, тебе хочется что-то уже нового. И как раз вот тогда, вот это вот молчание, вот эти глаза, которые видишь в залах сельских каких-то вот поселений, клубов, вот ты понимаешь, что, наверное, вот это теперь тебе нужно, потому что ты понимаешь, вот уже точно, что, скажем так, первый этап он прошел, такой влюбленности, и вот сейчас начинается жизнь у фильма, и это очень здорово. Очень хорошо, что у фильма жизнь, она продолжается, скажем так, да, но, тем не менее, наверное, после 15-го года, может быть, еще какие-то проекты, наверное, есть, не только же вот с одним фильмом вы ездите. У меня был проект сначала театральный, где я пришел там в Центр дополнительного образования у нас в Ярославле, набрал там детей, подростков, вот, и мы сделали, поставили спектакль «Азори здесь тихие», потому что я понимал, что нужна режиссура. Режиссура – это такая профессия, если ты ею не занимаешься хоть сколько-нибудь, ты вылетаешь из профессии. Я это понимаю очень четко и прекрасно. Это как у врачей, как у музыкантов, например. Да, 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 и главное это понимать, и я это понял, и поэтому я понимал, что денег мне сейчас не найти на съемки, а что-то хочется, все равно хочется режиссура. Мы пошли костюмы, мы сделали винтовки, и мы поехали на большой фестиваль театральный в Крым, в Евпаторию. Он 25-й раз, по-моему, проходил, называется «Земля, театр, дети», он огромный, там со всей страны люди приезжают, даже из других государств. Вот. И мы там стали лауреатами фестиваля, и мальчик, который у нас сыграл в Осково, получил лучшую мужскую роль в фестивале. После чего захотелось что-то еще большего, но в рамках именно вот этого детского центра это было сделать невозможно, поскольку есть определенные какие-то стандарты, и тебе не вырваться, да, и есть какая-то, ну что уж греха таить, финансовая составляющая, потому что надо на что-то жить. У меня двое детей, у меня ипотека, ну, классический вариант современной молодежи, жизни. Хотел сказать, сложная ситуация, а потом думал, нет, она, наверное, обыденная. Она уже обыденная, да, уже ситуация, поэтому, а когда ты вливаешься в процесс творческий, ты этого не соображаешь. Когда приходит Чита, ты начинаешь понимать, что да, надо было бы, конечно, денег заработать, а пока Чита не приходит, ты живешь и творишь, и все хорошо. Захотелось как-то совместить это все-таки, и я придумал проект, который называется детский киножурнал Компот, и написал сначала, значит, нашим музыкантам местным, группа такая у нас есть, мамульки-бенд, они, значит, мне за ночь буквально сварганили заставочку, потом тут же как-то слова пришли, потом, значит, логотип нарисовали, как-то вот так все стало, стало как ком-ком набираться, потом мы объявили кастинг, на который пришло у нас там порядка 100 человек, детей, мы отсняли первую серию, с этой серии я пришел к председателю Ярославского отделения союза кинематографистов Юрия Михайловича Ваксмана, говорю, Юрий Михайлович, вот посмотрите, посмотрел он говорит, Володь, это очень здорово, это очень круто, и если это делать именно как вот начинать в регионе, это будет просто огонь, я поддерживаю тебя с удовольствием, вот, и он начал нас поддерживать, не в плане финансовом, хотя в каких-то моментах он и финансово поддерживает, да, но больше это какие-то связи, это советы, то есть мы как бы к нему, я к нему приншу сценарий, он смотрит так, это нет, это не... На данный момент пока да, но вот сейчас мы отсняли уже два выпуска. КОНЕЦ Ну все-все-все, спасибо, нам все ясно, но подождите там за дверью. Ну, коллеги, все, мы отсмотрели всех, время поджимает, надо когда определяться. Правильно. А вы? Ладно, молчать. Значит так, из первого списка берем... Ну куда, куда лезем? Почему этот проект у нас не вошел в наш кинофестиваль, или не было в планах его показывать, презентовать здесь? Ну, скажем так, совсем в программе у нас не написано, вот именно, что презентация киножурнала, но вот у меня вчера была большая творческая интересная встреча с детской студией. Мне нравится, что я приехал по делу, то есть, что это кому-то нужно. И еще плюс огромный я получил, то есть я уже получил приглашение на кинотаврик на ноябрь месяц, поскольку Марка Рудинштейна, супруга Наталья, она является директором кинотаврика, подошел, пообщался, рассказал, показал, она сказала, да, давай, и все. И мы едем на кинотаврик в ноябре месяце. Можно ли тогда сказать, что вот такие фестивали, как, например, наш Чебоксарский, это, ну скажем так, площадка для того, чтобы познакомиться, какие-то связи наладить? Потому что вот вы говорите про Фетисова, который помог, сейчас вы говорите про супругу Марка Рудинштейна, про кинотаврик. То есть вы в этих целях приезжаете на фестивали или как? Нет, вот лично для меня, лично для меня есть Чебоксарский кинофестиваль, а дальше есть уже все остальные. Я это всегда и всем говорю в любом городе, кто меня не спрашивает, потому что для меня все начинается с Чебоксар всегда. Для меня это уже очень хорошая традиция, потому что первый фильм документальный я привез в Чебоксары, это был мой первый кинофестиваль. Тут же я познакомился с Фетисовым, мы закрутились, значит, с ним проект, фильм, да, и презентация, первый показ на большого зрителя, он опять же в Чебоксарах был, после чего были все остальные кинофестивали. И сейчас опять же я привез киножурнал Комбот, это первый, а нет, вру, 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 это не первый, но как бы там был такой маленький закрытый кинофестиваль детский под Тверью, вот. А здесь действительно большой настоящий кинофестиваль, да, это тоже для меня как бы такой как бы старт, и считайте, тут я получил приглашение на Кинотаврик, поэтому для меня Чебоксары – это такой, это такая как бы, как сказать, такой постамент, да, которому я, с чего я хочу всегда начинать. Вот, у меня вообще есть огромное желание, если меня еще пригласят сюда, я хочу в свои какие-то проекты, какие-то идеи, да, творческие, фильмы и все остальное, но я хочу все-таки начинать показывать с Чебоксар, потому что очень хорошо потом все идет. Понятно, это уже примета такая, да, это для меня уже очень большая, да. Все будет хорошо. Да, знаете, как хоккеисты не бреются, пока чемпионат не закончится. Вот для меня также такая же примета, обязательно сначала Чебоксары, потом все остальное. Я очень рада, что мы с вами встретились и побеседовали, что Чебоксары для вас – это, ну, скажем так, вот такой особенный город, да, и Чебоксарский кинофестиваль тоже, да, что вы вот так относитесь. И я знаю, что вы у нас уже по городу, не как вот все гости там с сопровождением, а сами передвигаетесь уже, все освоили, освоили. Да, такое и есть. Что мне нравится, очень сильно нравится в Чебоксарах, это мне нравятся люди и самое главное отношение людей к этому городу. Поверьте, я во многих городах уже был, и такого отношения к своему городу, но я честно говорю, вот клянусь, я не видел нигде. В 15-м году я сидел на кинофестивале на закрытие, а за мной начинались ряды, где зрители по пригласителям приходили. И там была такая ситуация, что, я так понял, парень молодой пришел, занял не свое место, там рядом, которая, значит, пришла женщина, давай, значит, ругаться, это мое место, он говорит, сядьте рядом, ну, в общем, там, слово за слово, я-то сижу, слышу. Хорошо, и дальше он ей говорит такую фразу, говорит, а зачем вы себя так ведете? Вы что хотите, чтобы гости о нашем городе плохое подумали? Я так. Правда, я повернулся, потому что я бы в Ярославле или в каком-то другом городе, ну, вот я такого никогда бы не услышал, я вот в этом уверен просто. Это действительно искренне, искренне люди вот так любят свой город. Это очень здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова